про жирность я хотела показать очень интересный момент как бы то не тема было видео но настолько интересно что происходит в сша почему столько толстых в америке это просто до какого состояния доходится вот толстота в сша то просто уже на голову не натянешь это не то что болезнь это просто уже национальная проблема давайте вот посмотрим очень интересное видео я нашла центр населения америки страдает ожирением что подвергает почти каждого второго американца повышенному риску сердечных заболеваний диабета высокого кровяного давления рака и смерти но быстро стареет поэтому я шесть лет подряд ездил в макален штат техас самый толстый город в америке чтобы посмотреть смогу ли я найти какие-нибудь ответы но во первых мне нужно было позавтракать какой вкусный бургер а что здесь обычно едят на завтрак номер 21 все в порядке значит люди обычно едят это на завтрак да это очень популярно в нем 980 калорий в самом деле да все в порядке завтрак в макдоналдс да парень стоящий перед нами довольно крупный парень а что получил последний парень я получу все что получил через пару дней он получит бекон с сыром спасибо вам сколько калорий в этом блюде в нем наверное тысяча завтрак номер 3 меню выглядит так будто от него толстеют вы будете много пробовать на завтрак это то что получают многие люди да все в порядке давайте позавтракаем по-настоящему после того как среднестатистический американец съел бы по дороге на работу завтрак в тысячу калорий от которого толстеют я подумал а не полезнее ли здешние рестораны для здоровья что люди обычно едят здесь на завтрак это завтрак дэйва что у дэйва на завтрак я прошу прощения за то ребята вот меня когда спрашивают про россию да и сегодня разговаривала с подругой мы ходили с ней в классный вообще классный такую кафешку Люба кафе в Краснодаре у нас здесь в галерее и мы с ней ходили на ну вот на ужин на обед да и она говорит ну ты хочешь вернуться там может поехать там в Америку съездить там навестить детей своих да или там что я говорю я не хочу в Америку вообще я говорю мне там есть я там есть не смогу я настолько привыкла хорошей еде то есть мы заказываем куриные котлетки с пюрешкой да салатика огурчик помидорчик в виде салатика суп лапшичка домашненькая да потом ну она заказала вареники с вишней я заказала ленивые вареники и они там как бы с черникой шли слушайте ну такая вкуснятина все здоровое вот я как бы это все ем а ну ты понимаешь что реально здоровая еда а вот так вот выглядит это кафе вы представляете вы захотите пойти кушать вот в таком вагончике вот каком-то разваленном обшарпанном вагоне да с каким-то грязным там мексиканцам интересно там вода даже есть руки мыть или нет вот то есть никогда не закончится кушать в таком месте то время как мы идем какую-то кафешку здесь краснодаре реально классное обслуживание чистота сервис меню классно то есть ты сидишь и ты одет как бы прилично и тебя обслуживают ну реально в обычном кафешке по высшему стандарту а вот это что вот это что такое за вагончик такой что это такое вот реально пойти там есть вы знаете как бы такая очень антисанитария то что сделал вам одолжение хотите сиропов блинчики приготовьте пакет это старый добрый такое все обшарпанное какое-то все какое-то все дешевое куда старый этот вагончик и вот эта жрачка да то есть то что он это ест я такой в рот не возьму никогда это это ну тут либо голодным а с другой стороны ты будешь голодный ходить или ты будешь есть то что есть в наличии завтрак о боже мой это как настоящая бомба во фритюре блинчики сосиски бекон яйца то-то и то-то по моим прикидкам здесь примерно 3000 калорий братан запусь кролик это немного дико поскольку завтрак в местном ресторане ничем не лучше чем в фастфуде я пошел в ближайший торговый центр чтобы спросить местных жителей почему вся здешняя еда такая жирная но вместо этого я нашел вот это я не уверен кто их орендует но у вас есть гигантские скутеры так что нужно быть чертовски ленивым чтобы даже не ходить пешком все в порядке я беру его на прокат я не могу поверить что это реально давайте опросим местных жителей много ли людей берут на прокат эти скутеры в торговом центре да это что-то особенное для макалина да прямо сейчас я действительно чувствую себя не как авокадо если честно какаясь на шузере созданном для того чтобы помогать людям с патологическим ожирением передвигаться по торговому центру я думал что попал волы на второе место но вопрос был в том знаете ли вы почему макалин считается столицей ожирения там есть еда и они не ходят пешком почему люди такие большие людям нравится есть нездоровую пищу такую как чипсы макдональдс и все такое прочее а потом откуда ни возьмись я встретил этого парня о чем вы говорите да у вас есть какие-нибудь соображения да хорошо давайте послушаем как вас зовут Дэвид как у вас дела Дэвид отлично я автор детской книги во всех управлений хорошо расскажите мне об этом что происходит сейчас же прошу прощения это делается для того чтобы помочь нации вы не хотите выйти на улицу а вы вы этого не сделали вы не хотите запрыгнуть сюда хорошо расскажите мне о себе что происходит так что да я потерял брат и сестру из-за диабета все в порядке и вот вы знаете мне тоже поставили диагноз сахарный диабет второго типа и это вдохновило меня на написание детской книги которая призывает детей правильно питаться и заниматься физическими упражнениями книга называется приключения экзо и си как и физические упражнения мне это нравится так вот мы с Эльзо живем в городе под названием Обисите где как и в случае с ожирением мэр страдает сахарным диабетом я пытаюсь внести свой вклад в то чтобы заставить людей изменить свое воспитание у вас есть какие-нибудь места которые вы могли бы нам показать здесь в Макалине? конечно да да я бы с удовольствием это сделал да вы настоящее благословение ну ребята действительно настоящее благословение чувак все правильно так что даже полицейский этот охранник жирный на скутере едет да то есть даже охранник не в состоянии пешком идти он тоже на каких-то колесиках показать мне некоторые причины и места из-за которых жители Макалина такие толстые хорошо так почему люди здесь толстеют от рождения до совершеннолетия все дело в еде в мексиканской культуре получается что в начале каждого хорошего мексиканского блюда кладется горсть свиного сала я не шучу по этому поводу приготовьте обжаренные бобы виспорт значит у вас такой менталитет что вы должны доесть все что лежит у вас на тарелке это то что вы видите прямо здесь это то что вы можете увидеть все эти пирожные прямо здесь у нас здесь целая тонна пирожных да это тест на скорость при диабете не так ли? да, да взгляните на это прямо здесь в этом месте действительно полно людей страдающих ожирением более 40% населения здесь в долине Рио Гранде Страдать диабетом или преддиабетом? Взгляните на это. Давайте посмотрим на такт. Давайте посмотрим на такт. Кто-нибудь, возможно, поест здесь на обед? А да. Посмотрите, сколько в них калорий. Черт возьми. Как у вас дела? Да, в чем дело? Что вы, ребята, делаете? О, мы снимаем документальный фильм об ожирении в Америке и демонстрируем така как главный фактор, способствующий ожирению и, в свою очередь, преждевременному старению. Да, мы будем действовать быстро. В такт из говядины Фахито содержится около 1000 калорий. Я понял. Я приготовил его в ресторане Панадерия. В ресторане Панадерия подают множество мексиканских хлебоболочных изделий. И еще вы должны заметить одну вещь. Здесь нет подсчета калорий. Сад тоже все просто. Так что вы можете себе представить, что правительство разрешает людям приходить и пользоваться талонами на питание? Они приходят и я здесь. Да, правительство финансирует борьбу с диабетом и ожирением. Вы делаете заказ здесь? Что вы... Так, талоны на питание, ребята, это талоны, когда вы доказываете, что у вас мало денег, вы мало зарабатываете, вам дают талоны на питание. Эти талоны на питание вы можете отоварить в основном в обычных магазинах. Да я сказала, я в Краснодаре. Где я? Я же написала, в России. Андрей, вон я вам ответила сверху, что я в России. Просто попалось очень интересное видео по поводу ожирения в США. Свеженькое видео, которое недавно вышло. Блогерок, на которые подписаны. Я хотела показать вам, что творится в США. Потому что я сравниваю с едой, которую я ем здесь в Краснодаре. У меня вот видео буквально пару дней назад. Я накупила вот такое огромное количество помидоров розовых, там каких-то огурчиков с пупырышками. Все органик. Все очень вкусное. И я вот не могу представить, чтобы вернуться снова сейчас в США. И вот эта вот еда, которая там показана, это реально то, что можно купить. Где-то в основном измельчила вот такая гадость, совершенно, ну, плохая для здоровья пища. Вы получаете. У Мишель диагностирован сахарный диабет. Это моя дочь. У нее сахарный диабет, и она покупает это лекарство. Это продукт. Да, так оно и есть. Я думаю, она покупает его для своей дочери, своей внучки. Да? Я сомневаюсь в этом. Она, вероятно, тоже собирается перекусить этим блюдом. Не так ли? Может быть. Вы хотели бы, чтобы мы сделали это в следующий раз? Может быть, такими? Хорошо. Вам. Это так, папа. У нас есть все возможные варианты така, которые только можно вообразить. Я попробую один инвайя. Спасибо. Все в порядке. Больше-больше азукареса. Да, это очень мило. Это здорово. Это большой кусок мяса. Я должен сказать, что я просто с ног шибателен, потому что это так вкусно. Но я точно знаю, что в нем... А еще раз обратите внимание на этот вшивый интерьер, да? Я вот записываю видео из краснодарских всяких разных ресторанчиков, кафешек, куда я хожу. Восхищаюсь этими керамическими чашечками, этими серебряными вилочками, ложечками. И мне все пишут, чего ты, ну, показываешь, как, ну, просто декорации внутри, да, и там посуда какая. Потому что, смотрите, вот тут вас накормят вот таким всем пластиковым. Пластиковым все будет в пластиковой посуде, пластиковые ложки, пластиковые вилки, пластиковые бутылки с соусами. И после того, как Дэвид Вауччи убедился в том, что эта пища способствует набору веса, он пригласил меня к себе домой, чтобы показать мне причину, по которой он так увлечен всем этим. Но в качестве эксперимента я хотел посмотреть, смогу ли я купить еду в магазине менее чем за 60 секунд по дороге туда. Это доказывает, что фастфуд слишком легко достать, и от этого Америка толстеет. Просто чтобы показать вам, насколько опасно быстрое приготовление фастфуда, я хочу посмотреть, смогу ли я получить свой заказ на фастфуд. Прежде чем поделиться с вами спонсором этого видео, Great Shadow Legends. Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, один Макдаугл? На этом все. Это бесплатная мобильная игра с более чем 80 миллионами загрузок. Четыре года на... Если вы еще... Нажмите на ссылку в описании, чтобы загрузить рейд прямо сейчас. Я получил свой заказ почти за одну минуту. Это невероятно быстро и слишком удобно, что приводит к тому, что в стране становится все больше людей, страдающих ожирением. После того, как я доказал, что еда в Америке слишком доступна, я отправился к Дэвиду домой, чтобы он мог показать мне, почему он так увлечен борьбой с ожирением. Я начал делать это для этих двух людей прямо здесь. Это мой брат и сестра, Мэри и Генри, которые скончались от диабета. Так что я не хочу, чтобы кому-то пришлось пережить то, что пришлось пережить в моей семье, потерять брата и сестру. А еще одна сестра ослепла. Это действительно тяжело, видеть людей, которых ты любишь больше всего на свете. Питайтесь здоровой пищей, занимайтесь физическими упражнениями, и все будет хорошо. У Америки есть надежда. У Америки действительно есть надежда. Увидев, как ожирение убивает семью Дэвида, я полетел во Флориду, чтобы встретиться с парнем по имени Мак, который участвует в программе TLC «Моя 600-фунтовая жизнь», и весил более 700 фунтов. В конце шоу он похудел на 200 фунтов, и врач сказал ему, что это единственный способ похудеть еще больше, должен был сделать операцию по уменьшению желудка. Мы находимся в Орландо, штат Флорида. Мы собираемся встретиться с Марком, чтобы узнать, как выглядит один день из его жизни. Сейчас его вес составляет 487 фунтов. Мы собираемся выяснить, что привело его сюда, и что он может посоветовать другим. Да, как у вас дела? Итак, вас зовут Марк. Марк? Да, сэр. Вы участвовали в шоу «Моя жизнь за 600 фунтов» на канале TLC. Вы правы. Вы сбросили 184 фунта, вы идете к врачу, и он говорит, «Эй, теперь вы подошли к тому моменту, когда мы хотим, чтобы вы сделали операцию по снижению веса, не так ли?» Да. Я сделал все, о чем просил врач, и я похудел. Он такой, «Хорошо, круто, вы одобрены для операции». Это что-то вроде «Мы подождем». Я как будто чувствую это прямо сейчас. Позвольте мне, позвольте мне сделать это». Он такой, «Хорошо, мы пойдем еще раз. Спросим еще 50 фунтов». А я похудел примерно на 40 фунтов. Вы знаете, это что-то вроде «Окей, круто, отличная работа». Давайте отвезем вас в операционную. А операция — это операция по уменьшению живота? Да, вам разрезали живот. Все в порядке. Он сказал, что у меня есть 5% шанс на операцию и нулевой шанс без нее. Все в порядке. И я знал, что только моя трудовая этика способна устранить этот 5% разрыв. Конечно. Когда я успел набрать вес? Пандемия сломила меня. Хорошо, и вот тут-то все и полетело в тартарары. Вот и все, чувак. Хорошо, давайте пройдем внутрь. Это круто. Вы теряете работу и набираете кучу веса. Моя жизнь состояла из того, чтобы ходить туда-сюда. В ванную к своему креслу. Отсюда до входной двери. Вы что, просто заперты здесь и пребываете? Бракете еще внимание на их квартиры, на эти дома, которые они показывают, да? То есть тоже вот американская мечта. Смотрите, все какое-то такое обшарпанное, какое-то такое все ободранное, занавесок нету. Кругом какие-то горы мусора. Такое все, какие-то баллоны с водой стоят. Это вот американская мечта, в которую наши, значит, мигранты едут в Америку, чтобы жить вот в таких вот условиях. Вы пребываете в депрессии? По сути, вы просто заперты здесь и пребываете в депрессии. Это мой мир. Я должен пройти весь этот путь до конца. До другого конца этого маленького детского бассейна. Да. Это черт возьми убило меня. Да. Да. Так вот, прямо здесь находится кладбище плохих воспоминаний. Вот этот диван. Именно здесь долгое время протекала жизнь. Да, я когда-то был спортсменом, чувак. Да. Прямо сейчас я мог бы съесть на шпагат. Можно мне посмотреть? Черт возьми. Но я хотел понять, как Марк смог набрать 700 фунтов и занять первое место. Не могли бы мы подтянуть дверную ручку? Это меню для лечения депрессии, вызванной ковидом. У вас есть Макдоналдс, Севен Элевен, Макдоналдс? Два бисквита с сосисками. Два Макмахина с сосисками. Трэш Браун, Доктор Пеппер. Вот и весь завтрак. Венди, Баконатор, а затем комбинированный Баконатор. Вы получите. Два из них. Маленькую пиццу Цезарь. И все это в один и тот же день? Да. Как только они перезвонили мне, я подумал, все в порядке, пора приступать к работе. Ребята, еще потому это все они едят, потому что это все дешево. То есть вот это все, что он берет, это все самое дешевое, что можно в Америке купить. Это пицца. Потому что если брать огурцы, помидоры, салаты, оливковое масло, какие-то там фрукты, и чтобы это было органик, это просто будет очень дорого стоить. Я вам показывала, да, то, что я накупила в Краснодаре на самом дорогом рынке, в центре Краснодара, на стену на 5 тысяч рублей. Если бы я купила все то же самое в рынке, который находится там, ну, две улицы там вниз, этот, ниже красной, да, наверное, это бы все вышло бы мне там в 2 тысячи рублей, а не в 5 тысяч. А в Америке это же все самое вышло бы долларов 200-250. И было бы все равно качество не то. Все равно это была бы не та клубника, это было бы не те огурцы и не те помидоры, все равно это было бы напихано ГМО, химикатами и всякой гадостью. То есть там в Америке можно есть, извините, салат один, и вы все равно будете толстеть, потому что этот салат все равно будет полностью напихан ГМО. И вот этот мужик, потому он и ест пиццу и бургеры, потому что это самое дешевое, что можно купить. Я понял. В тот момент ходить на работу было в буквальном смысле моим делом. Одним из первых. По сути, Маркус сказал, что когда Май Шестиса фунтовая жизнь попросила его принять участие в шоу, он понял, что должен поправиться и начал умреть. Я встаю, надеваю ботинки, носки, выхожу за дверью, иду в спортзал. Вот мой завтрак прямо здесь. Я не пытаюсь бросить 50 фунтов, чтобы хорошо выглядеть в области. Андрей, о чем вы говорите? Вы не правы, кто хотел раскрутиться русскоязычной, тот работает. Вы о чем это говорите, вообще я не поняла. Вы про Россию или вы про Америку? В Америке все назад уже возвращаются, включая тех, которые через Мексику перескочили. Посмотрите в моем телеграме-канале, вот наш канал Техаса в России, телеграм-канал. Я вчера выставила вырезки из группы, русскоязычные в Майами. И там куча целых выписок, вырезки прямо с чата. И что люди без денег сидят, но многие возвращаются уже обратно. Мы возвращаемся, как нам вернуться? Помогите вернуться и так далее. Будут ли спрашивать нас на таможне, почему мы были в США? Что отвечать? Люди посидели там по год, по два, и они до сих пор ни статуса не получили, ни документов не получили. И работы никакой нет, и сидят уже доживают последнюю проданную свою квартиру в России. Вот и все. Кем они там работают? Сейчас на мувинге не заработать, то на мувинге работали, сейчас на мувинге уже никто никуда не умывается. В домах перестали люди покупать. Сокращения везде бешеные по всем корпорациям, включая крупные корпорации, везде огромные сокращения. Прислали 8 миллионов этих мигрантов, перешло через границу. Они готовы работать вообще за копейки. Зарплаты падают. Кто там раскрутился? Где они там собираются раскручиваться? Судя по... Вот это же комментарий. Судя по отзывам людей, живущих в США, у вас сами по себе скорее не вредные, они безвкусные. Ну, потому они и безвкусные, потому что они на химикатах выращены вообще. Они не на то выращиваются на натуральной земле. Так вот. Республика Россия. Крыму личных. С прошлого четверга. Да, вот мастер Крым уже в себе приватизировал. Он с прошлого четверга мастеровский. Мастер, давай по рукам, а Кубань будет наша. Моя, да? Поделим. Так вот. Пришел имейл, что больше доставлять посылки к дверям не будут, потому что крадут посылки. Ребята. О, сейчас я вам что-то зачитаю. Не хотела я в эту тему лезть. Хотела, но по новостям. Но, похуду, придется перейти в телеграм. Говорю, подпишитесь в телеграм. Я тут такие перлы повыставляла. Вы сейчас просто попадайте. Я с группой иммигрантов, которые в Майами сидят. Называется «Русскоязычный в Майами». Я выписала там эти, что люди пишут, посты. Вы просто не представляете, что там творится. Я говорю, посылки, да, посылки крадут, да, крадут. А тут люди пишут, что «Сос, моя дочь принесла из сада в шеи». Я даже представить не могла, что в такой развитой стране это возможно. Что делать? Эта группа называется «Поможем друг другу в Майами». Самая популярная группа русскоязычная в Майами. То есть, ребята, что удивляться, что в шеи у них. Тут посылки крадут, машины. Кроме того, у меня подруги, я же записала видео, посмотрите, крысы. В Америке крысы попадали с потолка. К ней пришли интернет менять. Квартира 2,5 тысячи долларов стоит. Пришел мужик, мексиканец, с потолки дырочку вырезать, чтобы кабель поменять интернетный. И у нее с потолка крысы попадали в квартиру. А тут эмигранты пишут про наши вши. Говорит, я не могла представить, что в такой развитой стране это возможно. Так вот, мы будем сейчас сыну... Привет, ребята, кто пришел, посоединился. Мистер Геймер, приветик. Мы, значит, будем сейчас сыну менять эту квартиру, которая стоит 2 тысячи долларов. Мы будем менять на другую, которая стоит еще дороже. Мы будем перевозить из этого района. Потому что, извините, посылки крадут, людей грабят, машины скрывают, машины угоняют. Говорит сын, что закрыли спортзал. Был спортзал, за которым входит стоимость квартиры. Закрыли спортзал. Кто там? Вот у меня горячий ключ, вода. Что вы там? Не верите, что я в Краснодаре, что ли? У меня вода, горячий ключ. Вот. И это самое... Соответственно, Америка просто валится, понимаете? Америка разваливается на части. И чем больше они будут вот этих вот безработных, ну, мигрантов запускать, чем будет хуже. Да, если они сейчас в Украине еще 60 тысяч долларов пошлют, которые они требуют, Зеленский, я не знаю, чем это закончится. Но, в общем, и вот этот Алекс из Далласа, он тоже забрал свою жену, забрал младшую дочь, и он уехал. Вот, и надеюсь, что мы с ним сделаем этот самый стрим. Или запись хотя бы. Дальше, вот смотрите, пишут в этой группе. Посоветуй те группы, где наши возвращаются после того, как подались на политику, обратно в Россию. Возвращаются обратно в Россию. Как правильно возвращаться? И что говорить по прилету, если спросят, где были полтора года? То есть, это вот эти мигранты, которые убежали из России в этот славный город на холме, который Бабичев расхваливает, что, ну, Америка же... Бабичев, как можно не видеть, что Америка просто валится, просто развалится? Как это можно не видеть? Я не знаю. Это надо быть слепым и глухим, или я вообще не понимаю. Вот. И, в общем, ребята поприезжали, попереходили через границу, попроскакали, значит, туда. Приехали в этот... Не смогли. Вот полтора года прошло, и все. Посоветуйте группы, где наши возвращаются после того, как подались на политику, обратно в Россию. Как правильно возвращаться? Что говорить по прилету, где был полтора года? Вот. Вот. И такие посты я вижу каждый божий день сейчас. Каждый божий день. Люди, даже те, которые уехали, вот эти вот наши либералы, бегом назад бегут. Бегом. А вот смотрите, вот очередной, значит, этот мигрант, который русскоязычный. Ну, тут мы не знаем. Это может быть и украинец, это может быть и россиян. Мы не знаем, да? Поможем друг другу в Флориде. Группа называется. Только что отвалилась пломба. Огромная дырка и очень болит. Медикал страховки нет. Социального номера нет. Социальный номер, это как у нас с НИЛС. То есть без этого с НИЛСа, без этого номера, ну, вообще не двинуться, да? Вот они, вот вам реалии, когда ты переходишь через границу с Мексикой. Ну, ты перешел. Ну, ты перешел дальше. Это что? У тебя документов, ничего. Как вы жить собираетесь? Отвалилась пломба. Тут бы ей дурочки бесплатно вы сделали в любой больнице, да, государственной. Огромная дырка, очень болит. Медицинской страховки нет. Социального номера нет. Если кто-то принимает на дому, любой совет приму. Живу в Холливуд. Холливуд это маленький городочек во Флориде. Это не Голливуд, который Голливуд. Это городочек во Флориде. Или в какую больницу ехать? Я даже воду выпить не могу. 200 долларов мой бюджет. 200 долларов бюджет, который сейчас есть на руках. У кого какие были ситуации? Если скажут лечение 2000 долларов, то просто не буду лечить. И что, вот как вы будете с больным зубом? Вот болит у вас зуб. И что дальше вы будете делать? Это все по посту, ребята, в группе моей. В Техасе. Вот группа называется. Техасы в России. Заходите в Телеграм и подписывайтесь. Я выкладываю там такие перлы. Дальше тут, значит, прикол был. Спрашивают. Вот опять очередные беженцы. Смотрите. Уезжаю домой. Как отменить кейс политубежища? Нахожусь три года в ожидании на собеседование. Спасибо за ответ. Вот человек три года. Ну, три года, как Байден пришел к власти, он открыл границу. Эти люди поприходили через Мексику. Без документов, без ничего. Три года ожидают кейс по политубежищу. Это значит, что у них нет вообще документов никаких. Нахожусь три года в ожидании собеседования. Чем он работает? А еще вот я не выставила, но я обязательно в Телеграм брошу, ребята. Там было такое. Я во Флориде. Подскажите, где можно бесплатно спать на улице? Где меня не выгонят? Ему говорят. Ну, если ты будешь там на лавочке, на пляже спать, тебя там полиция ходит, тебя там заметут. Вторые там говорят. А если я там на парковке буду там где-то спать? Они говорят, там тоже полицейский ходит, заметут. В общем, в итоге мы сказали ходить в туалет обычной магазины, типа Волмарта, а купаться, ходить в спортзал. Потому что вот и все, да, варианты. Дальше тут интересно, да. Вот тут такое сейчас смешное вам дам. Тоже в Майами. Поможем друг другу в Майами. Группа, да. Пишут. Люди добрые, может нам кто-то объяснить, почему на американских форумах, особенно здесь в Майами, так много злости и желчи. Мы переехали из Европы. Это уже наша четвертая релокация по работе. И нигде мы не встречали подобного хамства, бескультурья. Мы жили в Америке 20 лет назад. Америка была совсем другой. Кто ее развалил? Спасибо за рациональный ответ. С уважением, Одесситы. Но тут интересно, не сам пост, а мне понравились ответы. Но тут кто что написал? Некоторые ответили так. Потому что в Майами большинство неотесанные колхозники. Вот и все. Я жила 8 месяцев в Майами и сбежала. Другие пишут. Просто можно перестать ходить в русскоязычные группы. В англоязычных обычно отвечают по делу, а не с Тебом. Ну и здесь попадаются вменяемые персонажи. Бла-бла-бла. А вот этот ответ, этот ответ большинство лайков вызвал. Вы видите, ни одного смешка, ни одного улыбочки злой, а именно лайки. Потому что люди тут в депрессии. Работы мало, платят мало, цены космос. Своё жильё уже не купить. И по сути процентная ипотека около 8%. Кругом зависть и злоба. Плюс огромный висяк очередей по всяким кейсам на легализацию. Вот это топ. Ответ топ. Это то, что на самом деле как бы происходит. Дальше вот ещё вам сейчас дам. Бабичев развалил. Бабичев развалил. Ещё, пишет парень. Работаю дальнобоем. Вернулся в Майами из очередного рейса. Был сильно разочарован городом. Машин стало какое-то запредельное количество. Дороги перегружены. Везде пробки. Причём трафик какой-то заторможенный. Город стоит в пробках. В любом другом мегаполисе тоже дороги загружены. Утром трафик движется. Здесь он стоит. В Атланте, в Лос-Анджелесе, Чикаго. Какое бы ни было количество машин, перекрёстки перед светофором, когда загорается зелёный, проехать успевают все. А тут, наверное, пишут. Вы, наверное, тоже писали это сообщение за рулём. 50% водителей сидят в телефонах во время движения. Подсюда заторможенность. По сравнению с трафиком в Лос-Анджелесе, Майами тихо курят в сторонке. На самом деле, да, трафик по Лос-Анджелесе тоже ужасный. Ну, в общем, ребята, я вам что хочу сказать. Что не так всё радужно. То есть, народ сваливает вообще-то из Америки со всех ног. Это только Бабичи у нас, только вот он и его вот это вот еврейское там общество, которое сидит, до сих пор считает, что в Америке прекрасно жить. И в Америке всё прекрасно. На самом деле, вообще это всё близко не так. Вот. Вот. Побещу просмотреть. В Рязани грибы с глазами. И у них в Майами грибы. На Кавказе машины вообще не закрывают. Ну, вот. Так что, вот такие, как бы, новости у нас американские, да. Про вот этот жиртрест, который я не успела, как бы, не закончили мы рассказывать про жиртрест. Почему люди такие толстые? Понимаете, кроме того, что продукты, да, самые дешёвые, вот эти продукты, которые люди могут есть, вот такие вот жирные люди, они могут есть, позволить только самое дешёвое. То есть, это будут там всякие пиццы, всякие там бургеры и так далее. Всё. Кроме того, что в этих бургерах куча гормонов, куча этого ГМО вот этого, вот, куча антибиотиков, всякой фигни. То есть, будут переть от этих бургеров, просто на них посмотреть, что тебя уже попрёт. А покупать огурцы, помидоры и там всякую какую-нибудь зелень, даже органическую, это дорого. Но на самом деле, даже она, даже эта клубника американская, она близко не стояла здесь рядом, то, что я покупаю на рынке. Даже пусть это будет египетская клубника, она всё равно вкуснее, а уже про нашу местную. А летом это вообще просто пахнет, и руки там неделю пахнут этой клубникой, да. Там зелёный горошек, абрикосы, крыжовник. Боже мой, такая еда. Меня вот сегодня подружка спрашивала, она говорит, ты хочешь поехать в Америку навестить родственников? Я говорю, ну, родственникам, как бы я скучаю, но я думаю, пускай они сюда едут. У меня никакого желания нет в Америку, мне же придётся есть американскую еду. А почему разрешаю такую гадость кормить вот этих толстунов, да? Потому что вся индустрия медицины, фармацевтические, фармакологии и госпиталей вся завязана на вот этих толстунах. Потому что толстые люди, у них повышенный инсулин, у них у всех этот, как его, диабет практически у всех, да. И всякие там сердечные заболевания, куча всего. Поэтому выгодно промышленности пищевой кормить людей плохо, чтобы они потоком шли в госпиталя. А из госпиталя гребут бешеные деньги за вот эти все, как бы, болезни. Вот. И страховые компании на этом наживаются тоже. Вот так вот, ребята, капитализм работает, соответственно, в Америке. Продолжение следует...